Говорит Ильям Аршадак Аллаху Лита Аки «Знай же, да направит тебя, Всевышний Аллах, к подчинению Ему». «Анналь Ханифия» То, что «Ханифия» Миллата Ибрагим Что такое «Ханифия»? Это говорит религия пророка Ибрагима. «Анта Абуд Аллаха Уахдагу Мухвы Сан-Лауддин» Заключается она в том, чтобы ты поклонялся одному Аллаху Мухвы Сан-Лауддин, очищая перед Ним веру. То есть не примешивая к этой вере ничего, никаких потребников, никаких других объектов поклонений и тому подобное. И для этой цели или эту цель приказал Всевышний Аллах всем людям, так, достигать всем людям. И ради этой цели Всевышний Аллах всех их создал. Как Всевышний сказал Я создал в джинности людей только для того, чтобы они поклонялись мне. И смысл слова «Я Абудун» и «Вахидун» То есть, чтобы они делали меня одним, одним в чем поклонение, без всяких потребников. Сразу обращались напрямую ко мне. И самое великое, что приказал Всевышний Аллах, это что? Единобожий. А что такое Единобожий? Это когда ты делаешь Всевышнего Аллаха одним объектом твоего поклонения. А самое великое, что запретил Аш-Ширк, это что? Многобожий. А что такое Ширк? Многобожий – это когда ты взываешь кому-либо, кроме Него, вместе с Ним. Вот Далилу Павлю Тааля и довод на все это, то, что мы сказали выше, Слово Всевышнего Аллаха, то, что Он сказал. И поклоняйтесь Всевышним Аллаху и не предавайте Ему, как товарищи, поклонение никому. Здесь, прежде чем вступать в слова Шейха, добавим некоторые вещи. Во-первых, то, что сказал здесь Мухаммад Ибн Абдулгад Абн-Наджи. Знай, да направит тебя Аллах к подчинению Ему. Аршадак Аллах лита атихи. Откло рушь. То есть до этого Шейх все время говорил, я нам рахима к Аллаху, я нам рахима к Аллаху. А здесь сказал, что? Аршадак Аллах лита атихи. Да направит тебя Всевышний Аллах к подчинению Ему. И после этого начал объяснять, что такое ханифия и то, что это является религией Ибрагима и так далее. И здесь Мухаммад Абн-Наджи привел именно эту дуа, чтобы направит тебя Аллах. Исходя из чего? Исходя из слов Всевышнего Аллаха, который сказал Ему уже говорит, принесли Ибрагиму его рушь, его прямой путь, его правильность, его прямоту. Минкавлю. До этого. Вакунна Абиме Али Мин. И мы были о Ибрагиме знающими. И в халале Абиме Абиме. Когда он сказал твоему отцу и своему народу. И так далее. Начинается рассказ о том, что Ибрагим Али Иссалям разъяснял им что об опасности Ширка и о единобожии. То есть Всевышний Аллах указал на то, что следование единобожию и противоречие многобожию так было чем? Ружьдом. Понятно, да? Прямотой и правильностью, которую Всевышний дал кому? Ибрагиму. Исалва ля хадатайна Ибрагима. Ружьдагу минкабль. И мы уже принесли Ибрагиму его прямоту и его правильность до этого. Поэтому здесь Мухаммад Абнаджи сказал, что Знай, додавь тебе Аллах вот эту прямоту и правильность для того, чтобы ты последовал ему в подчинении. Ясно или нет? Именно поэтому Шейху Ислам Аль-Наджи привел за слово Иршад, а не привел Рахима к Аллах. Да помилуй тебя Аллах. Ясно? Вторая сноска. Можете у тебя написать определение, что такое Аль-Ханифия. Аль-Ханифия – ее определение. А что такое кладение? Это что? Склонение или уклонение от ширка к единобожию. Специально, намеренно. Понятно или нет? Потому что какой-то человек может не поклоняться никому, кроме Аллаха, а поклоняться Аллаху, но при этом не иметь такого намерения. То есть не делать это намеренно. Такой человек не станет единобожником. И мы сказали, ханифия это мейлюн мина ширки ля талхиди каздан, то есть уклонение от ширка или уклонение от ширка к единобожию каздан, то есть имея при этом намерение этого. Специально делая это, уклоняясь от ширка к единобожию. Единобожие убежденно, да, имея намерение. Это что такое ханифия? Это и есть религия Ибрагима. Теперь третье, что нужно отметить, можете у себя записать, то что шейху мисламу Мухаммаду Мнаджи сказал, что талхид это ифрадуллахи бен Айбада. Это уединение Аллаха в поклонении. Здесь можете у себя написать, что более общее определение единобожие другое. Его привел шейх ибн Ухаймин в своем шархе на Саласу Русуль. Он сказал, что более широкое определение единобожие, ифрадуллах, только уже не Ибрагим Айбада, а что, ифрадуллах бина яхтасу биги. Ифрадуллахи бина яхтасу биги. То есть это когда человек уединяет Аллаха в том, в чем заслуживает быть уединенным только один Аллах. Понятно ли нет? Не только в поклонении, но и в господстве, и в чем? В именах и в атрибутах. Когда человек уединяет Всевышнего Аллаха в том, в чем заслуживает быть одним только один Аллах. Ифрадуллахи бина яхтасу биги. Когда человек уединяет Всевышнего Аллаха в том, в чем заслуживает быть одним, один Аллах. Например, заслуживает ли быть кто-нибудь Господом, кроме Аллаха? Нет. В том, чем заслуживает быть одним только Аллах. Заслуживает ли быть Господом кто-нибудь, кроме Аллаха? Нет, не заслуживает. Теперь, если человек поклоняется кому-то, поклоняется только одному Аллаху, но при этом противоречит сам тебе и считает, что есть какой-то Господь другой, кроме Аллаха. Так? Как, например, Хадариты. Они говорят, что Всевышний Аллах создал добро, но зло он не создал, но зло создал кто-то другой. Исходя из этого, они утверждают, что есть какой-то другой Господь вместе с Аллахом. И может быть так, что они поклоняются одному Аллаху, так? Не посвящают поклонения никому, кроме Аллаха. Но считают, что есть другой Господь, кроме него. Будут ли они единобожниками или нет? Исходя из этого определения, нет. А исходя из определения Мухаммада Абнаджи, будут или нет? Будут так или нет? Почему? Почему тогда Мухаммад Абнаджи привел такое, как называется, сокращенное определение или узкое определение? Почему? Потому что те люди, которых он призывал в свое время, так не предавали сотоварища Аллаху в господстве и в чем? В именах и атрибутах. А предавали сотоварища Аллаху именно в поклонении. Поэтому, обращая внимание именно на эту часть единобожия, Мухаммад Абнаджи привел именно такое узкое определение, чего Талахида единобожия. Ясно ли? А более широкое определение. Ифраду Аллаху и Маях Татсу. И четвертое. Здесь Мухаммад Абнаджи привел довод на то, что самое великое, что запретил Аллах, это поклоняться кому-либо вместе с Аллахом, то есть многобожий, привел в довод аят. Абду Аллаху аля Туши не хуби еще я. Поклоняйтесь Аллаху и не предавайте ему сотоварищей никого. И в этом аяте в действительности что? Нет довода на то, что это самое великое, что запретил Аллах. Так или нет? В этом аяте довод на то, что самое, что Всевышний запретил ширк, но в нем нет, что это самое великое, что он запретил. Поэтому, как довод второй может у тебя записать, это хадис Ибн Масруда, который приходит у Бухари и Муслима. То, что прожоп needs Hadam'a. А'заму уз-земби самый великий грех. А'азаму уз-земби самый великий грех. Антадж-а-ля-ли-Алли-Ляхи-ни-ддан. Это когда ты делаешь Аллаху равного. А'заму уз-земби самый великий грех. Антадж-а-ля-ли-Ляхи-ни-ддан. Это когда ты делаешь Всевышнему Аллаху равных. «Вахуа халакак» – в то время, как Он Тебя создал. Понятно ли, нет? В этом хадисе конкретный довод на то, что Многобожий является самым великим грехом, а, соответственно, самое великое, что запретил Всевышний Аллах. Приходит от сослов Ибн Масуда по Бухари и Мусульман. Теперь читаем, говорит шейх Сан-Ханай, шейх, «Хады фи калатсу фунсалю минху рахиму Аллаху та'аля». В этих словах, то есть, где сказал Мухаммад Амнаджи, «Аршадак Аллах» – это направит Тебя, Аллах, к своему подчинению. Третье проявление доброты от шейха к своему ученику. «Хай суда али мута алим бихаули» – ведь он попросил мольбу, так, или молил Всевышнего Аллаха для своего ученика словами «И аля маршадак Аллах» – «Знай, да направит Тебя, Аллах». «Вазал лавием баги аля муалимин аль якуну муталатсуфина бил мута алимин». И это то, что надлежит в отношении учителей, чтобы они были добрыми в отношении учеников. Почему? Потому что доброта, и когда он поступает со своими учениками наилучшим образом, насколько может, превращает сердце ученика в принимающем знания, так, то есть делает сердце ученика принимающим знания, открытым для знания мухбилян алей, так, направленным к знанию. Ясно или нет? А если учитель будет жесткий и грубый, тогда ученики не будут готовы принимать те знания, которые он передает. И после этого автор сказал «Инна л-ханифия миллата Ибрахим алейиссалам». Ханифия, говорит, является религией Ибрахима, если слово Ибрахим пропущено, так? Является религией Ибрахима. «Иллати амар Аллаху жалла аля набиеху». Это и есть та религия, которой приказал Всевышний Аллах подчиняться своему пророку. «И приказал всем людям, чтобы они ее исповедовали». Аллах сказал Всевышний Аллах «Сумма ухайна и лейка анитаби амиллата Ибрахима ханифан». После этого мы открыли тебе в откровении, чтобы ты следовал религии Ибрахима ханифан, будучи кем? Единобожником. А религия Ибрахима – это и есть единобожие. Почему Всевышний Аллах приписал ее к Ибрахиму? Хотя Нух и те, которые были до Ибрахима, тоже призывали их единобожие. Потому что именно Ибрахим оставил эту религию в том народе, который он оставил. То есть он умер, оставив свой народ на этой религии. И заповедовал им исповедовать эту религию, им и их поколение. И говорит «Ибрахима ханифан, когда сказал Ибрахим своему отцу и своему народу, я непричастен к тому, чему вы поклоняетесь. Кроме того, который сотворил меня, то есть кроме Аллаха, к нему я свою непричастность не проявляю. Он поведет меня прямым путем». Это слово, которое сказал Ибрахим. Какое слово? «Инна небара уммимма таабудун, илля лази фатарани». «Я непричастен к тому, чему вы поклоняетесь, кроме того, кто меня сотворил». «Иштамалат аля нафиим фишаккил ауаль». Вот это слово содержит в тебе нафи, отрицание. Содержит в тебе отрицание в первой половине. Так, отрицание или нет? Ибрахим сказал, что я непричастен. Так, отрицает свою причастность кому-либо, кому поклоняются люди. И содержит в тебе утверждение во второй части. То есть Ибрахим, после того, как отрицает свою непричастность или отрицает, точнее, свое отношение к любым божествам, которым поклоняются люди, во второй части утверждает свое причастие к поклонению Всевышнего Аллаха, который его сотворил. «Инна небара уммимма таабудун». Говорит, я непричастен тому, чему вы поклоняетесь. «Аль-бараату нафьюн». Здесь непричастность является чем? Отрицанием. «Сумма азбата факал». А после этого утвердил и сказал «Илля лави фатарани». Но тому, кто меня сотворил, я поклоняюсь. Так? «Фатабарра аминаль маабудат аль мухталиха». При этом он отрекся от всех различных божеств. «У азбата анну аабиду лилля ви фатарагу вахдагу». И утвердил, что он является рабом тому, кто сотворил ему одному. «Аль-бараату нафьюн». И это и есть смысл слова единобожия. То есть какого слова? «Ля илля илля Аллах». «Аль-бараату нафьюн». И поэтому сказал Всевышний Аллах после этого. «Аль-бараату нафьюн». И Ибрагим сделал это слово остающимся в своем потомстве. «Может быть, они к нему вернутся». Ясно или нет? То есть поэтому Аллах приписал эту религию кому? Ибрагиму. Потому что именно он оставил ее при смерти своему потомству и приказал им следовать этой религии до судного дня. «Может быть, они вернутся к этому слову. То есть к слову «Ля илля илля Аллах». «А потомство Ибрагима из них арабы». Разве и не так? «А из них также те, кто следовал за многими пророками». А кто это? Бану Исраиль, евреи который тоже являются из потомства Ибрагима. «Пахула абуу-ль-Анбья» и он являлся отцом всех пророков или отцом многих пророков. «Ва ма'н да лико аану Абун ля-акуам юл-Анбья». И смысл этого получается в том, что он отец народов, которые следовали разным пророкам. И поэтому Ибрагим сделал это слово Остающимся в своем потомстве Может быть они к нему вернутся И это слово, слово единобожие Нет божества достойного поклонения Кроме одного Аллаха Потому что единобожие это религия Ибрагима Смысл слов Заключается в словах Ибрагима Когда он сказал своему народу Я не причастен к тому, чему вы поклоняете Кроме того, кто меня сотворил Исходя из этого, первая часть свидетельства А это что? Нет божества достойного поклонения То есть что? Содержит тебе отречение от любого божества, кому поклоняются люди Так или нет? Даже от кого? Даже от Аллаха, так или нет? Нет никакого божества достойного поклонения То есть включается, что это кто? И Всевышний Аллах Но потом говорит Кроме Всевышнего Аллаха И здесь он утверждает свое поклонение Одному Всевышнему Аллаху и никому кроме него Поэтому ученые говорят Нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха Нет такого объекта поклонения, которому поклонялись бы люди По достойству, так или поистине, по правде Кроме одного Аллаха То есть многие люди поклоняются многим божествам Так или нет? Обожествляют многих божеств Но это обожествление не по праву и не поистине Так или нет? То есть эти божества не заслуживают этого Смысл этого, что все объекты поклонения Которым поклоняются Поклоняются им не по праву Сказал Всевышний Это потому, что один Аллах является истиной То есть обладает теми атрибутами и именами Посредством которых он заслуживает, чтобы ему поклонялись И является истиной А то, к чему взывают они, кроме него одного Является ложным То есть не является, что их поклонение им правильным И не является по достоинству И это потому, что один Всевышний Аллах является высоким, большим Здесь Всевышний сказал Это потому, что один Аллах является истиной И раз Всевышний Аллах один является истиной То есть один поистине обладает теми качественными атрибутами Которые делают его достойным поклонением Понятно, да? То есть все знает, все слышит, все видит и так далее Соответственно, и поклонение ему будет истиной После этого сказал нет божества То есть нет божества достойного, чтобы ему поклонялись Но есть божества, говорит, на свете, которым поклоняются Без права Которым поклоняются ложно Которым поклоняются, что То есть несправедливо По несправедливости и вражде Но тот, кому поклоняются на истине То есть правильным образом и по достоинству Вот это качество отрицается от всех божеств, кроме от одного Аллаха Понятно ли, нет? Потому что он один тот, кому надлежит поклоняться, так как он этого достойный Именно это слово оставил Ибрагим в своем потомстве И именно это имел в виду шейх в том, что он упомянул И в том, что он разъяснил Что самая великая обязанность И была приказана Что было приказано Или что приказал Ибрагим Что было приказано Или что приказал Ибрагим Тем, кто после него То что приказано Это что Это что? Единобожие. И самое великое, то, что он запретил, это что? Многобожие. И смысл этого, то, что самый великий призыв всех пророков и посланников, то есть самая важная часть их призыва, начиная от Ибрагима, более того, начиная от Нуха и до нашего пророка Мухаммада, Самое великое, чему надлежит призывать, приказывая это, является Единобожие. И самое великое, что запрещается и приказывается людям оставить это, является Многобожие. Почему это? Потому что Единобожие является правом Всевышнего Аллаха. Именно из-за него, чтобы достичь его, были посланы посланники. И мы уже послали каждый народ посланника, с тем, чтобы он сказал им, поклоняйтесь одному Аллаху и сторонитесь тех, кому поклоняются не по праву, кроме него. Поэтому целью от послания посланников является, чтобы они разъяснили людям, и чтобы они сказали людям, поклоняйтесь одному Аллаху и не поклоняйтесь никому, кроме него. Азель Амр, это и есть приказ. Вот что они вот того, а что здесь и сторонитесь, то есть тему, чему поклоняйтесь, кроме Аллаху, не по праву, и они от руку ширь, слома баги расширь. То есть оставьте Многобожие и явные проявления Многобожие, то есть что является внешними проявлениями Многобожьих. Изан, что значит оставьте внешние проявления Многобожие? Вот это очень важно брать. Почему? Потому что сегодня, допустим, в Казахстане, в Сатарстане, в Ледвикстане, в любом другом месте, или на Кавказе, люди, которые причисляют себя к единобожникам, более того, к саляфитам и к суннитам, не перестают посещать все места, которые посещают суфи и могилопоклонники. Как, например, Булгары и тому подобное. Ездят туда, помогают в организации, что поездок туда, или что суфи и могилопоклонники организовывают там разные детские лагеря, детские сходы, детские съезды и так далее, для детей. И саляфиты и сунниты посылают туда своих детей, так, единобожники, посылают туда своих детей, с оправданием каким, якобы для развития детей, для того, чтобы они сгружились для мусульман. Не понимая над того, что суфи и могилопоклонники специально зазывают туда подростков и молодежь, чтобы они что, затем перешли на их религию. На какую религию? Религию Многобожию. Понятно ли, нет? Поэтому здесь шейх Шой говорит, необходимо оставить Многобожие и внешние проявления Многобожия. А что является внешним проявлением Многобожия, когда человек ездит в те места, в которых люди совершают Многобожие, так, это и есть что? Внешние проявления Многобожия. И тот, который причисляет в себе единобожие, обязан оставить это и не имеет права участвовать ими в этом каким-либо образом. Понятно ли, нет? Более того, не только оставить это и не делать этого, а должен призывать против этого, так, и должен что, объявлять о своей непричастности против этого, и должен объявлять людям, что он непричастен к этому и враждует с этим. Понятно ли мне? Говорит, поэтому, говорит, самое великое, к чему призывали пророки, это единобожие. А самое великое, что запрещено из-за претных вещей, это многобожие. Нима, почему? Это вторая причина. Смотри, важная. Почему это самое великое, что запрещено? Почему? Потому что цель, для которой Всевышний создал людей, это чтобы они поклонялись Ему одному. И поэтому приказ к единобожию становится приказом этому творению. Приказом Ему, чтобы Он выполнил ту цель, ради которой создал Его Всевышний Аллах. Понятно ли нет? То есть смотри, Он не был ничем, и Всевышний вызвал Его из мира небытия, из мира существования. Так? То есть стал Он чем-то. И поэтому, что приказ, после этого, для чего Его Всевышний вызвал? Для того, чтобы Он поклонялся одному Ему. Так? Соответственно, этот приказ, исходя из этого, является самым великим приказом Ему. И многобожие являются самым великим, что Ему запрещено, потому что, если Он это, что делать, совершит, то Он нарушит ту самую великую цель, которую Он создан. Соответственно, проживет эту жизнь зазря. И нет сомнения, как ты видишь, что все это приведет к тебя к пониманию единобожия. Или заставит тебя, что поднапрячься и поискать смысл единобожия. Так? В чем он заключается? И понять, к чему призывает тебя Всевышний Аллах с самым великим пониманием. Потому что выполнение того, ради чего человек создан, является самой великой Его обязанностью. А узнать то, что отвернет тебя так, от этой цели, ради которой ты создан, является самой великой твоей обязанностью. И не вступить в это так, то есть и многобожие, является самым великим твоей обязанностью. Поэтому призыв мусляхин, то есть ученых, которые исправляли злое на доброе, так, вадават и муджя бидин, и призыв тех, которые обновляли религию Всевышнего Аллаха в каждом веке, в чем их призыв заключался? Алямар иль-наусур, на протяжении всех веков, бигазин, умма, киапи, дават иля сухид, валява зимии. Заключался оно в том, что они призывали к единобожию и к тому, что выходит из этого единобожия, как, например, совершение намаза и тому подобное. Ваннаги аниширк, вазарайи. И то, что они в своем призыве запрещали людям многобожие и зарая они, то есть то, что приводит к этому многобожию. Ясно ли нет?